Отступать баскетболистам Красного Октября уже некуда. Два поражения в двух еврокубковых матчах Last 32 поставили под сомнение возможность продолжать борьбу за высокие места в этом турнире. Перед игрой с испанской Сарагосой стало известно, что состав клуба из Волгограда покинул американский легионер Лиггинс, а его место занял его же соотечественник, защитник Гордон, имевший опыт в соревнованиях такого уровня в составе столичного ЦСКА. Состоявшаяся игра еще раз показала, что если лидер Красного Калпеппер действует во всю силу и мощь, если у него пошла игра, то и вся команда чувствует себя комфортно. В этот раз у Ренди почти все получалось. Испанцы не то чтобы входят в элиту континентального баскетбола, но и не представляют из себя мальчиков для битья. Однако действия подопечных Бауэрмана в обороне часто ставили гостей в тупик, заставляя их допускать ошибки и в атаке. И если первая четверть ушла на раскачку и заводчане выиграли ее с разницей всего в два очка, то вторая стала тем отрезком встречи, которая подтвердила немалый игровой потенциал хозяев площадки, а не в белой форме. К тому же поддержка зрителей, заполнивших трибуны Дворца спорта почти до отказа, ощущалась на протяжении всего игрового времени. И даже проигранная Красным Октябрем последняя десятиминутка не помогла Сарагосе, уступившей в итоге со счетом 71-66. Калпеппер принес своему коллективу 22 очка, Макград – 17. Тяжело было играть против активных защитников соперникам, но мы знали, что если создадим задел в счете, то у нас есть шанс выиграть матч. Для этого мы должны были хорошо сыграть в обороне и нападении, настроить комбинационную игру. Нам нужно было нейтрализовать снайперов Сарагосы, они очень хорошо атакуют с дальних дистанций. Сегодня нам удалось сделать то, что не получилось во встрече с Нижним Новгородом. И сегодня мы действовали достаточно агрессивно. В группе на сегодняшний день лидируют баскетболисты Италии и Хорватии, набравшие по 5 очков. По 4 зачетных балла в активе Красного Октября и Сарагосы. Следующий матч краснооктябрьцы проведут в гостях у испанцев. Это будет 28 января.